Сегодня в Вестнике Северодвинска в Мазе обнаружили человека. Четыре автомобиля вспыхнули на складском проезде. Капремонта не предвидится, ремонтировать городские дороги будут только картами. В одном бумага, во втором пластик. Установлены еще три площадки для селективного сбора мусора. Четыре автомобиля вспыхнули на складском проезде. Здравствуйте, в эфире Вестник Северодвинска в студии Сергей Курбан. 23 человека и 6 единиц техники боролись с пожаром на складском проезде. Около девяти вечера там загорелись две фуры и две легковушки. В Мазе находился 42-летний водитель. Предположительно, он дальнобойщик, поэтому и ночевал в фуре, с которой начался пожар. Я ничего, девочки, машина сгорела у меня, вот чего. Сразу четыре автомобиля полыхали на складском переезде 15 накануне вечером. Все автомобили принадлежат индивидуальным предпринимателям, работают на них наемные водители. Пожар начался в одной из фур марки МАЗ. В кабине грузовика ночевал 42-летний мужчина. Он проснулся, когда уже горело одеяло. Из машины мужчина выбрался самостоятельно. Производил обогрев кабины газовым нагревательным прибором, потому что вот тут мы вытащили из кабины одного из автомобилей два баллона, пятилитровый, двадцатилитровый. По всей вероятности, была утечка газа. Может быть, человек закурил, произошла вспышка газа и пошло распространение пожара. Из-за большого выброса газа огонь моментально перешел на рядом стоящую фуру, тоже МАЗ. После огонь переместился на легковушки. Опель выгорел практически полностью. У Митсубиши огнем частично поврежден задний бампер и салон. Водителя МАЗа с термическими ожогами лица, шеи и руки доставили во вторую горбольницу. Предположительно, он и стал виновником пожара. В шоке был мужчина, потому что любой в нашей ситуации, наверное, в такой, в подобной ситуации, был бы, скажем так, немного неанекватен. Были привлечены специалисты испытательной пожарной лаборатории, которая находится в Архангельске. Был ли мужчина в состоянии алкогольного опьянения, покажет медэкспертиза. Также сейчас устанавливаются причины пожара и подсчитывается ущерб. Евгения Карелина, Семен Самигулин, Владимир Богомолов. Вестник Северодвинска. Службу в армии работникам северодвинских заводов могут заменить практикой. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин после совещания с премьером Дмитрием Медведевым. Предложение коллегии военно-промышленной комиссии сводится к тому, чтобы срочная служба в армии для работников оборонки стала своеобразной практикой, а род войск был связан с их специализацией, отметил Рогозин. В качестве премьера вице-премьер привел молодого человека, который работает на Севмаше и участвует в создании атомной подлодки. В этом случае, по словам Рогозина, цитата, «Если тебя призывают вооруженные силы, наверное, было бы логично, если бы ты служил на этой подводной лодке». Позиция Минобороны по отсрочке от армии работников оборонки будет проработана в ближайшее время, сообщают РИА Новости. Состояние городских дорог у властей Северодвинска на особом контроле. Уже готовятся списки улиц, на которых обновят асфальт. Сделают это как картами, так и с помощью ямочного ремонта. От него отказываться пока не планируют, в отличие от капитального. Советская, Ломоносово, Южное, Седово, Юбилейное. Все эти улицы с приходом весны обнажили свои недостатки в виде ям и выбоин в асфальте. Сегодня традиционные для весны изречения о том, что вместе со снегом сошел и асфальт, решил проверить глава Северодвинска Михаил Гмырин. Комиссия из администрации города проехала по маршруту автобуса номер 15. Без замечаний не обошлось. Однако пока сумма на ремонт городских дорог в этом году не доходит до 200 миллионов. Даже с учетом прибавки на дороге потратят 180 миллионов рублей. На текущий год городские власти планируют только ремонт картами, то есть замену асфальта на сравнительно небольших участках дорожного покрытия. О капитальном ремонте, как например на Архангельском шоссе или же о работах подобных ремонту полотна на проспекте Труда речи в этом году не идет. Работы по ремонту дорог машинами Турбо аналогично будут выполняться буквально с появлением первой же возможности по погодным условиям. Конкурсные процедуры, которые намечены на выполнение работ картами, они уже будут проведены в марте месяце и где-то к концу апреля уже будет понимание, кто выиграл конкурсы. Следовательно, активная фаза обновления городских дорог может начаться уже в мае. Продолжат работу на тех участках, где ремонт картами не был завершен в прошлом году. В планах улицы Байчука, Первомайская, Ломоносова, Карломаркса, Кириллкина, проспект Ленина. Это лишь основные участки. А пока техника спецавтохозяйства ведет мелкий ямочный ремонт на улицах Южная, Ломоносова, Седова и Юбилейной. Работы проводят в ночные смены. Днем спецтехника занимается оттаиванием участков под ремонт. Сергей Курбан, Владимир Богомолов, Вестник Северодвинска. Через неделю страна отметит День подводника. 19 марта на Севмаше заложат пятую многоцелевую атомную субмарину типа «Ясень-М». Новая лодка получит название «Архангельск». Как заявил главком ВМФ России адмирал Виктор Черков по радиоэлектронному оборудованию и оснащению ряда корабельных систем жизнеобеспечения, эта субмарина будет более совершенной, чем головной представитель проекта «Северодвинск». Отметим, что лодка с таким названием уже стоит у причала Беломорской военно-морской базы. Одна из трех оставшихся акул там ждет принятие решения об утилизации. В этот же день подлодку заложат на петербургских адмиралтейских верфях. Третью не атомную субмарину типа «Лада» назовут «Великие луки». Бутылки в один контейнер, бумагу в другой. Три новых площадки для раздельного сбора отходов появились в городских дворах. Напомним, администрация Северодвинска выиграла грант Совета министров северных стран в размере 200 тысяч датских крон. Площадка для раздельного сбора отходов появилась во дворе Ломоносова 59. Теперь Марья Ивановна выбрасывает в один контейнер пищевые отходы в другой бутылке. Женщина признается, контейнеров для селективного сбора мусора не хватает. Теперь их 10. Помимо Ломоносова, новую установили на Трудовом переулке 9 и на Тургенево 10. Да вот еще наши люди не приучены к тому, чтобы в окно выбрасывать бутылки. Ну что это такое? Вот, пожалуйста, сделали. И очень удобно, и хорошо. Макулатуру сдают, как говорится, в переработку. А бутылки, я не знаю, вероятно, тоже. Сами пользуетесь и выбрасываете раздельный мусор? Я, по-моему, поставили на этой неделе. Я только первый раз мусор вынес. И то мы делаем ремонт. У нас такой строительный мусор. Будем пользоваться. Напомним, в рамках проекта с европейскими партнерами в каждом жилищном управлении уже установлены 24 экобокса для ртуть, содержащих ламп, термометров и бытовых батареек. Теперь реконструировали и три контейнерных площадки. Стоимость каждой – от 60 до 90 тысяч рублей. Плюс цена одного контейнера – около 12 тысяч. Еще у нас новые инвесторы, которые бесплатно забирают данные отходы. Это ремейк. Ремейк забирает со стекло и пластик, коллогия, норм, бумага. Дальше они самостоятельно уже их направляют на переработку. Новые площадки для раздельного сбора отходов охватывают 24 многоквартирных дома. Это примерно 3000 жителей. Все дома принадлежат одной управляющей компании – СМОБ ЖКХ. Эксперимент пока проводят в центре города. Отсюда контейнеры вывозят на мусороперерабатывающие заводы в крупные города. Архангельский мусороперерабатывающий завод тоже полностью не перерабатывает пластиковые отходы. Они производят первичную подготовку и отправляют дальше. Уже на перерабатывающие заводы большие. Не так повысятся сборы за вывоз мусора. Раз. То есть в принципе это позитивно для населения. Но второе – это приведет к тому, что меньше пластиковые сгорать на нашем замечательном полигоне. Это не последние площадки для селективного сбора мусора. В администрацию города рассчитывают побороться за очередной иностранный грант. Евгения Карелина, Семен Самигулин, Вестник Северодвинска. Стать героями наших сюжетов можете и вы. Обо всем интересном, что происходит рядом, сообщайте по телефону 580-700 или пишите номер 8-911-0-580-700. А в этот день, 11 марта 1918 года, столицу Советской России перенесли из Петрограда в Москву. Этот перенос стал последним в истории современной России. Город на Неве оставался столицей страны более 200 лет. Теперь о погоде передаю слово ведущей небесной канцелярии Ольге Савиновой. Завтра нас ожидает ясный и солнечный день. Здравствуйте. О метеопрогнозах на четверг расскажу вам после коротких анонсов. Далее в выпуске. 12 лет в борьбе с наркобизнесом. Профессиональный праздник отмечает ФСКН. Вспыхнуло, пока мастер обедал. В бывшем 28-м профучилище загорелась мастерская. 200 лучших поедут в Москву и Севастополь. Объявлен набор волонтеров на День Победы. День Победы. Атмосферное давление в течение дня будет расти и к вечеру составит 776 мм ртутного столба. Звезды говорят, не откладывайте свои дела на потом. То, что вы сможете осуществить в эти сутки, на следующий день вам может оказаться уже не по плечу. День может открыть перед вами новые удивительные перспективы. Это касается работы, денег, любви и даже здоровья. Его поможет укрепить наш спонсор. Детский плавательный центр «Аквалайф» – волшебная страна чудес для ваших детей. Бассейны, игровые комнаты и детское кафе. «Аквалайф» заботится о ваших детях. Железнодорожная 31А. У меня все. Желаю вам тепла в душе и успеха в делах. До свидания. Страна чудес – удивительная страна детства. Волшебство – сказочная обстановка для детей и любящих родителей. Два детских бассейна, игровые комнаты, детское кафе «Мистер Пудинг», а также две необычные сауны. Страна чудес – все для вашего отдыха и пользы ваших детей. Железнодорожная 31А. Детский плавательный центр «Аквалайф». В эфире «Вестник Северодвинска» и мы продолжаем. 11 марта 2003 года указом президента России было создано специальное уполномоченное ведомство по контролю за оборотом наркотиков – ФСКН. Тогда большая часть сотрудников наркополиции была переведена на службу из упраздненной налоговой полиции. Сегодня, когда ФСКН исполняется 12 лет, ходят слухи об упразднении и этой службы. Ее полномочия предлагают передать МВД. Однако пока это только слухи. В Северодвинске работа наркоконтроля приносит немалые плоды. Только за прошлый год из незаконного оборота изъято почти 8 килограммов наркотических средств, большая часть из которых приходится на курительные смеси и соли. В этом году возбуждено порядка 30 уголовных дел. Окончено производство направлено суд для осмотрения по существу 10 уголовных дел. Изъято почти полтора килограмма наркотических средств. То есть с каждым годом преступность, конечно, в сфере наркотиков молодеет и молодеет. В этом году пока среди изъятых в Северодвинске наркотиков преобладает марихуана. Однако не снижается поток в город и популярных у подростков более дешевых и менее качественных миксов и солей. В основном эти синтетические наркотики заказываются через интернет и передаются получателям с помощью так называемых закладок. Все вещества, которые изымают наркополицейские, временно хранятся вот в этом сейфе. Все это признается в качестве вещдоков, передается в камеру хранения, выдается квитанция, естественно, о приеме сдачи, который находится в уголовном деле. Потом по решению суда, значит, задается комиссия и уничтожаются эти наркотические средства по акту. Одним из самых резонансных и интересных дел за последние годы сам Андрей Кокорин называет дело о торговцах героином. Тогда, в 2010 году, в поле зрения наркоконтроля попали сразу 8 человек. При этом четверо из них в это время находились в местах заключения и по телефону координировали сбыт наркотиков. В итоге фигуранты дела получили сроки до 15 лет лишения свободы. Хоть сейчас дела ФСКН в нашем городе имеют не такой громкий характер, но меньше их пока не становится. Сергей Курбан, Семен Самигулин, Вестник Северодвинска. Спасал себя 4 часа, а в итоге попал в полицию. На рассвете в областную службу спасения позвонил молодой человек. Он рассказал, что шел с острова Кегостров в сторону Архангельска по Северной Двине и провалился. После этого дополз до детского сада, куда его пустила сторож, звонивший. Был сильно пьян и агрессивен. Мужчину задержали. За его поведение ему грозит до 15 суток ареста. О других событиях в рубрике «Протокол». Три пятерки, вот этот «Субар» пошел к вам, знаете? Так точно! Глубки за руку! Имони всем подразделениям. Огонь 7, я помню. Передайте информацию. Компания «Антал». Изготовление и установка окон ПВХ. Рулонные шторы и жалюзи. Гарантия качества. Опыт работы на рынке услуг более 10 лет. «Антал Арджиникидзе-2». Телефон 54-00-24-59-84-99. Не пропустил пешехода. Сегодня утром у эстакады на Юбилейной улице сбили 56-летнюю северодвинку. Установлено, что женщина переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. Иномарка в это время двигалась также на зеленый. Водитель автомобиля «Шкода Октавия», двигаясь по проспекту Труда, со стороны проспекта Победы в направлении улицы Юбилейной, при совершении левого поворота на улицу Юбилейную, по зеленому сигналу светофора, совершил наезд на пешехода. С травмами пострадавшая доставлена в больницу. Обстоятельства происшествия выясняются. Ответственность, которую понесет водитель иномарки, будет зависеть от тяжести травм пострадавшей. Разбушевавшаяся искра предположительно стала сегодня причиной пожара в одном из помещений учебно-производственных мастерских бывшего 28-го училища. Ущерб незначителен. Сгорела старая мебель и дидактические материалы. По предварительной версии, возгорание началось в районе стола. На нем мастер выполнял режущие работы по металлу. Затем ушел на полчаса на обед, а по возвращении его ждал пожар. Возгорание тушили около 40 минут. В момент возникновения пожара в помещении никого не было. Со слов мастера он обнаружил пожар, придя в класс и увидев горение, дым, запах гари почувствовал. Открыв кабинет, попытался потушить пожар первичными средствами пожаротушения огнетушителем. Но безуспешно. Серьезного оборудования ничего не пострадало. Необходимости в эвакуации студентов и работников из здания учебного корпуса не возникло. Поэтому учебный процесс продолжался. И, по сути дела, пока неприятный запах не стал распространяться по учебному корпусу, не все об этом и знали. Основные версии возгорания – человеческий фактор, либо техническая неисправность оборудования. Пожарный учебный процесс не повлияет, занятия в производственных классах продолжатся. Поучаствовать в параде Победы на Красной площади или военно-морском в Севастополе могут северодвинцы. Волонтерский корпус 70-летия Победы набирает добровольцев. Они проведут 12 всероссийских акций. Вступить в волонтерский корпус 70-летия Победы в Великой Отечественной войне может любой желающий, достигший 14 лет. Лучшие из волонтеров примут участие в организации проведения главных праздничных мероприятий 9 мая. Это День Победы на Красной площади в Москве и военно-морской парад в Севастополе. Такая возможность есть у 200 человек. Работу волонтерам предложат самую различную. Это поисковые работы, благоустройство памятных мест, помощь ветеранам и помощь в организации различных акций. Основные акции, уже знакомые нашим северодвинцам, это «Бессмертный полк». Также всероссийская акция «Георгиевская ленточка», когда любой житель города может поучаствовать в этой акции и раздавать оранжево-черные ленточки в дань уважения людям, которые погибли на войне. Также будет «Сирень Победы» 6 мая, когда жители города вместе с ветеранами могут высадить аллею и различные другие акции. Акции начнут проходить уже с начала апреля. Для участия в них необходимо заполнить анкету на сайте волонтеры70.рф до 15 марта. По всем вопросам можно обращаться по телефону 56 28 46. Вестник Северодвинска о спорте. В центре развития настольного тенниса школа номер 20 состоялся очередной этап спортивной спартакиады школьников. В лично командном турнире по настольному теннису приняли участие спортсмены двух возрастных групп из всех образовательных учреждений. Лично командное первенство по настольному теннису в рамках спортивной спартакиады школьников собрало лучших его представителей. С ракеткой в руках можно было увидеть как профессиональных теннисистов, так и ребят, которые совмещают его с игровыми видами спорта. Как удается совмещать два вида спорта? Да я в общем в какой-то период я не занимался баскетболом и решил попробовать себя на настольном теннисе. И ну конечно это был небольшой период времени, но чему-то научился и теперь это использую. Все-таки больше любишь баскетбол либо теннис? Ну если сравнить эти два вида спорта, то конечно баскетбол, потому что я посвятил этому полжизни. Универсальность это хорошо, но чаще победителями становятся те, кто посвящает себя целиком и полностью настольному теннису. Ведь чтобы хорошо выступать на турнирах, нужно долго и усердно тренироваться. Что все больше нравится? Ну сами удары, то есть их очень много, подсечки, накаты, топ-спины. Как идешь по ходу к сетке? Ну первые две игры уже выиграл, но постараюсь занять первое или второе место. В итоге Антон Ильин занял второе место среди 9-11 классов, проиграв золото турнира товарища по команде Артема Рефьеву из пятой школы. И в командном турнире ягринцы отпраздновали чемпионство. Среди старших девушек в пятый раз не было равных Екатерине Николаевой из гуманитарной гимназии. В командном зачете победили теннисистки шестой школы. В младшей группе своей игрой выделялись хозяйки турнира Олеся Молодцова и Дарина Низамова из 20-й школы. Я играла 4 игры. Первые две игры мы были с начинающими игроками. Полуфинал был уже потяжелее. Ну вот и в финале мы встретились вместе. Финальный матч второй год подряд выиграла Олеся Молодцова. Среди юношей золотую медаль также не в первый раз завоевал Данил Рыбаков. В командном зачете юноши и девушки 20-й школы заняли первое место. 4 апреля в столице Поморья лучшие северодвинские теннисисты примут участие в албасной спартакиаде школьников. Константин Мухин, Владимир Богомолов, Вестник, Северодвинска. В Петербурге завершился чемпионат Северо-Западного федерального округа по шахматам среди мужчин и женщин. Успешно выступила воспитанница северодвинской Дюсыша-2 Анастасия Пустовитко. Северодвинская шахматистка перед заключительным туром имела одинаковое количество очков с Валерией Ивиной из Мурманской области. Анастасия играла белыми фигурами с соперницей из Вологодска Юлией Белкиной и к собственному разочарованию сумела свести партию только к ничьей. А вот ее главная конкурентка в ответственный момент не дрогнула и одержала верх, играя черными над Яной Беспаловой из Псковской области. Таким образом, с суммой 6,5 баллов чемпионкой Северо-Запада стала Валерия Ивина. За победительницей расположились сразу три шахматистки, в активе которых было по шесть очков. По дополнительным показателям второе место и серебряную медаль турнира завоевала Анастасия Пустовитко, так как у спортсменки из города Корабелов был самый высокий рейтинг из всех участниц. Таким образом, Анастасия получила путевку в высшую лигу и право выступить на 65-м чемпионате России среди женщин. Материалы выпуска вы можете посмотреть на нашем сайте www.severodwinsk.tv Смотрите нас и все узнаете первыми. До свидания. До войны граждане обязаны были сдать в ближайшее отделение связи все вещательные радиоприемники. На репродукторы этот запрет не распространялся. Грамкоговорители устанавливались в квартирах граждан и в общественных местах. В госпиталях, красных уголках, школах. Весть о начале войны, сводки с софинформбюро, сообщения о победе люди узнавали благодаря этому прибору. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Только до 31 марта для вас открыты выставки восковых фигур и кунсткамера. Мы ждем вас ежедневно. ЦУМ, пятый этаж. ЦУМ, пятый этаж. Каждый из нас не похож друг на друга. Но нас объединяет одно. Мы выбираем лучшее. Для себя и для тех, о ком заботимся. Экологичные краски ВГТ. Качество в каждой капле. Продается во всех магазинах торговой сети «Дом обоев». Спонсор рубрики «Северодвинский торговый центр». В четверг 12 марта в Северодвинске ожидается. Ветер переменных направлений умеренный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет расти и к вечеру составит 776 миллиметров артурного столба. Ясно, без осадков. Температура ночью минус 2, днем 1 градус тепла. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова